Казалось бы, вещи-то несовместимые вообще, азиатская еда и диета, но, в общем, сегодня попытаемся совместить. Как вы понимаете, вместе со мной Мария Дельвер, моя чудесная соведущая нашего теперь уже совместного ресторанового блога. Ну, ты, да, выпустил все-таки, год просил, возьми меня с тобой. А, да, меня взяли в команду. А еще мы в свою команду сегодня впервые в качестве эксперимента решили пригласить Роксану Бондаренко, диетолога. Роксана, здравствуйте. Вы, наверное, не видели, что с нами было тут на прошлой неделе. Друзья, мы сейчас вам покажем, как мы с Марией посетили несколько кафе, ресторанов, в общем, азиатских кухонь. Мы все это пробовали, я даже запивал, сейчас вы на все это посмотрите. А с Роксаной и с Марией мы потом это все обсудим. Мы готовы? Мы готовы. Мы готовы. Но мы думаем, что мы готовы, потому что, возможно, мы не готовы. Сегодня нам предстоит посетить четыре заведения. И все они, так или иначе, это азиатская кухня. Китайская, японская. Вьетнамская, ну, там с такими примесями будет, всякими разными. Да. В общем, мы, будущие дети гастрита, начинаем свой обзор. Короче, вот этого всего не хватает им на входе. Да. Вот их на входе ничего не отличает. Если бы на входе, ребята, ну, блин, я не специалист, но если вот сейчас руководство смотрит, если вы на входе вот эти свои фонарики повешаете, два, народ пойдет. А если вы еще поставите девушку в красном кимоно, которая будет вас вызывать, мне кажется, это вообще сработает. У меня есть ножка. Убери. Давай, сначала ты пробуй. Типа, если выживешь, то нормально? Ну да. Ну ладно. Вдруг у тебя что-нибудь вырастет сейчас. Добрый, Максик. Ну че? Ну, не хао. Ммм. Ну, ничего. Ну, что ж, такой жирноватый куриный бульон. Ну, я смотрю, он густой. Луком пахнет сильно. Лук не вылавливай. Обойди его стороной. У тебя свинь... А, говядина, да? Угу. Жесткая. Жесткая? Слушай, я всегда, когда смотрю на эти блюда, на самом деле, многие считают, что типа там китайская кухня более диетическая. Там столько всегда масла. Для меня жирно. Прям сильно жирно. Мясо твердовато, а это жирновато. Да. Жирновато, твердовато. Хотя, блин, вкусно. Нет, ну, неплохо. У меня даже бульон в этом больше. Я просто могу сказать, что, чтобы перекусить, хватит одного блюда. Ну что, следующая точка наша гастрономическая на карте Красноярска. Здесь очень крутой дизайн. Так, ну что. Как-то мы снимали рубрику тогда тоже. Азиатская еда. И у нас был лэйзи-дог. Помнишь, когда он тут открылся? Да, да, да. И там были потрясающие гёдзы. Причем это стоило прям очень адекватных денег. И они были жарены. И они были с креветками. Здесь тоже обжарены, смотри. Давай попробуем. С креветкой сурди. А, это курица и креветки. Ну ничего себе. Найдите 835 отличий. Ну что. Слушай, это весь бизнес-ланч у тебя? Ну да. Как красиво. Вот это прям огонь. Вот это мне нравится. Это супер. Поснимать подожди не ешь. Это супер, да. Так, подожди. Это у меня... У тебя бизнес первый. Это ролл с лососем и сливочным сыром. Согласись, да? Да. Вот мне чего-то здесь не хватает. Я не буду ничего с собой брать. Я все съем. А гёдзы массиеш? Нет. Что-то так. Короче, надо было мне брать раму, как я изначально хотела. Ну что. Еще одно заведение. Это Йоши. После вас. Слушай, я буду том-ям. Я хотела попробовать том-ям. Говорят, он самый вкусный в кимчи. Но так мы сегодня с тобой в него не попадаем. Поэтому отведают он-ям. Йоши. Давай. Давай. Что скажешь? Я это скажу в эфире. Я прям все скажу в эфире. Чтобы вы понимали, мы не все съели, потому что часть придется с собой забрать, потому что иначе в три заведения нельзя прийти и что-то поесть. Потому что все, что я съел, допустим, если бы я съел все это в китайской кухне, в Гоубо, я бы уже дальше ничего бы не пропору было. Ну да. А теперь, друзья, пришло время собрать комментарии. И, Маш, ешь тебя, значит, ну давай. Ну немножко, да, подведем итоги по поводу заведений. Но, в принципе, мы в эфире с тобой сказали, что было жирновато, твердовато. Это было в первом заведении китайской кухни. Атмосферно, согласен, да, вот эти зонтики, вот это все было классно. Затем мы с тобой отправились в Кико. Кико мне, ну, интерьер очень понравился. С Гьодзе, на мой взгляд, немножечко пролет по поводу с креветкой, а вот твои с свининой были очень вкусные. А Йоши? Йоши, том-ям, вот немножко не хватило плотности том-яма. Острота, подача вроде бы ничего, но вот чуть-чуть мне чего-то не хватило. Короче, я долго думал над этим. И я могу сказать одно. Внезапно мне понравилось первое заведение. Китайское? Потому что, да, потому что там было вообще стопроцентное погружение в историю. Вообще в то, что придумано. Я сейчас тебе скажу про то, что нас обслуживала китаянка. Ты уверен? Ну, окей, похожая на китаянку девушка. Так или иначе, на ней была какая-то национальная одежда, вот эти все зонтики. То есть все-все-все вокруг говорило о том, что я вообще не в Сибири. Понимаешь о чем? Ты погрузился, да. А когда мы пришли в те заведения через дорогу, ты вроде в интерьере сидишь в китайском, ну или там японском, азиатском, а народ-то весь наш, родной. Вот они стоят, чудесные наши будущие студенты, практиканты, и сегодня официанты. Ну вот как-то вот чуть-чуть... Короче, ребятам скажи, чтобы не для Йоши, а для Кика выписали. Мне сильно понравилось первое заведение. Первое. Да. Но я же человек худеющий. Возможно, вы не заметили, да? Но вот Маша мне говорила, что я похудел. Ты очень постранил, да. Это я потому что не выдыхаю сейчас уже. Но Роксана видела, сколько мы вот там перепробовались всего. Это боль для фигуры, Роксана. Как вы себя чувствовали после того, как вы сходили в эти заведения? Нет, вообще нормально. Прекрасно. Я давно не ел просто по-человечески, прям много. В плане остроты, было ли там острое? Нет, я ровно к острому отношусь, то есть у меня не бывает. Я могу сказать, что любая не наша кухня, она может сказаться на разных людей по-разному. Вот вам было комфортно, да? То есть не каждому человеку будет комфортно жирная еда или острая еда. Это, конечно, индивидуальный подход, это индивидуальное решение каждого человека. И я все-таки бы пошла в то заведение, где было вкусно, а не там, где было атмосферно. Ну, потому что... Где было вкусно? Везде вроде нормально было. Ну, в принципе, неплохо. Ну, вот тебе куда хотелось бы вернуться? В первое. Все-таки в китайское. Ну, да, потому что там... Мне хочется там вот еще все остальное попробовать. Мне, как всегда, не хватило окон. Лука? Окон. А, окон. Ну, это то, что подвальное помещение все-таки. Ну, и классно. Ну, это к вопросу, кто это любит, вот правда. Все-таки, действительно, по вкусу блюда достаточно такие плотно жирноватые. Говорю, как многие считают, что все-таки кухня. Почему смотрим на азиатов, они такие вроде стройные. А у них правда, да, что у них строение организма, генетически они так предоставлены к кудове? Они очень физически активные, да, и поэтому данная пища для них прекрасно усваивается. Вообще, что можно сказать, пищеварение, да, любого продукта, будь то сибирский продукт, азиатский, восточный, любой продукт зависит от того, от нашего микробиома. То есть, какой микробиом, какие бактерии в нас живут. Если эти бактерии привыкли есть сладкую пищу, то они будут хотеть сладкую пищу. Бактерии, которые живут у азиатских стран, они привычные к данному остроте, к данному жиру, и поэтому они прекрасно переваривают. Но наш русский человек, сибирский человек, да, он может просто прийти поесть, и у него будет тяжесть, жога, вздутие, потому что просто его бактерии не готовы к такому виду продуктов. И может быть даже интоксикация, к сожалению. Ух ты! А что опаснее всего, жирное или острое? Для организма все-таки я опасаюсь жирной пищи, потому что это жир, именно животный жир, и он очень тяжелый. А, и не там, где масла много, а там, где именно... Именно навара, да. Как раз-таки вот супчик, который вы первые кушали, да, который был очень жирный, и он может навредить печени, он может навредить поджелудочной железе, и именно вот ферментации просто не хватит для пищеварительного тракта. Что касается острой пищи, я острую пищу разрешаю, рекомендую. Там много специй, это капситоцин, гормон счастья, который вот как раз-таки зимой нам хочется добавить, да, побольше специй, чтобы было вкусно. Вот почему красный доширак заходит всем, я все понял, что вы такие счастливые, да, и я тоже. Я тоже знаю, где гормон радости получает. Все понятно, собираем пакетики, не выбрасываем эти. Да, то есть здесь как раз-таки специи, они ваш вкус, то есть тот же самый рис, он может быть по-разному вкусный, если специи разные, соусы разные, это на самом деле такая изюминка данной кухни, что вы употребляете и вы наслаждаетесь. Конечно, когда жирная еда, она тяжелая, ее тяжело переваривать, это вот все-таки вот первым, да, почему мне не понравилось первое заведение, потому что там было жирно и недожарено, да, то есть недотушено. Но опять же на любителя, да, то есть может быть такое и должно быть. Да, конечно, было много специй, вроде это все вместе, ну, да. Вот, то есть здесь, конечно, такой момент, именно чтобы вы были аккуратны и прислушались к своему органу. Если вам не идет, лучше вот не доесть, то есть немножко, чтобы вы потом это попозже съели. А вот, кстати, знаете, я же взял с собой, и буквально через час-полтора внезапно эта говядина оказалась вполне себе приготовленной. Может, они туда что-то добавили? Может, она у тебя доготовилась, пока ты не... Как это возможно? Это вообще возможно? Может, потому что вы уже наелись, и потом уже были такие, бредишь, все, к еде. Слушайте, но я еще, мне кажется, делал фатальную ошибку, я в каждом заведении еду запивал. Ну, если вы обратили внимание, там такие бокалы стояли. С тем можно запивать вообще? А у вас есть изжога, Максим? Вообще, в принципе, или тяжесть после еды? Я могу сказать, что любой здоровый человек может запивать еду, потому что, если у вас нет изжоги, нет проблем с ЖКТ, то пить воду можно и до еды, и во время еды. А что такое изжога? Это прекрасно, что вы не знаете, что это такое. Это когда что? Это когда очень жжет, печет и забрасывается желчь. Здесь? Здесь где? Как раз таки пищевод, да, то есть оно отходит вам обратно, да, и идет такая горечь, возможно, потому что желчь за обратный заброс идет, и как раз этот вот пищеварительный тракт, клапан не закрывается, и вам просто вот чувствуете, что происходит у вас в желудке. Хорошо, лучше не запивать. Это очень неприятно. Я могу сказать, что вызвать с водой изжогу невозможно, и как раз таки вот то, что я говорила ранее, изжога возникает у пациентов, у кого есть проблемы с бактериальной нагрузкой, в частности, хеликобактерии. Если у наших телезрителей, у кого-нибудь есть данный вид заболевания, то сдайте на хеликобактерии и лечите данную бактерию. То есть, ну, ее процентное соотношение к этому должно быть определенным? В норме. То есть, если оно в норме, то человек прекрасно переносит еду, и у него изжоги нет. Вот Мария прекрасно переносит вообще все, что можно съесть, потому что она перепробовала все кухни мира. Есть кухня, которую ты не пробовала? Только индейцы в каких-нибудь джунглях живущих, кто только вот тараканов не ела? Ты знаешь, я только не ем всяких, которых вот тараканов. Только вот это я стараюсь испугать, просто вот визуализации я не могу. Но Мария у нас человек made in Siberia же, правильно? Yes. Вот, вот. Ну, вы заметили, можно я разборю? Можно я прибью? Вы заметили, как ест Мария? То есть, аккуратно, по чуть-чуть, с выбором, да? То есть, ну, не то, что педантично, но я бы сказала, что вот именно так, как лучше употреблять продукты. Потому что, если мы выбираем те же самые вот красивые названия, вот эти... Ну, знаю, мне совесть не позволяет. Когда берешь блюдо там за три тысячи, как она в Эмиратах ела, и не доесть это как-то, это преступление. Ты же все доедала? Ну, я стараюсь не доедать. На самом деле, очень хорошая нерапривычка, да? Когда ты оставляешь чуть-чуть недоеденное. Потому что если мы хотели... Мы постоянно делаем ресторанные обзоры. Если бы я доедала каждый раз и не пришел на помощь мне ты, который доедает, молодец, либо забирает. Да, чтобы все твои утренние зарядки были бы бесполезными, да? Тоже верно. Но, в самом деле, хорошая уже практика. Оставить чуть-чуть недоеденное и выйти немножко с чувством голода. Правильно? Да. В общем, ребята, перед тем, как посетить какое-либо заведение с нетрадиционной для сибирского человека и желудка кухней, все-таки подумайте о том, как чувствует ваш организм себя после того, как вы съели креветку, заели соленым огурцом, запили кофе, латте, немножечко безалкогольного напитка, а потом все это приправили имбирем. Вот когда вы почувствуете, что происходит с вами после этого, тогда вы поймете, о чем была речь. Роксана, Мария, спасибо вам огромное за сегодняшний эфир. Друзья, не переключайтесь, впереди много чего интересного и, естественно, все это только для вас.